Всем привет! Я записываю этот ролик 23 декабря и я практически две недели ждал, пока мне выпадет возможность записать это видео. Xiaomi наконец-то выпустили Android 9.0 Pie на свой первый Android One смартфон Xiaomi Mi A1. Как я уже говорил, я ждал практически две недели, чтобы записать этот ролик, потому что первые сообщения о том, что Mi A1 получает 9 Android, пошли с Азии, и я практически каждый день проверял обновления, но ничего не приходил и сегодня наконец-то я получил 9 Android на Mi A1. В общем-то, покажу все новые фишки 9 Android, а также сравним наш голый Android на Mi A1 с голым Android Pixel 2, потому что там на самом деле есть небольшие различия. Для предисловия мне кажется хватит, давайте начинать. В общем, план видео такой, сейчас как видите у меня Mi A1 стоит 9 Android, патч обновления от 5 декабря, и в общем-то я буду показывать все новые фишки 9 Android, и если какие-то у нас будут отличия, то будем присоединяться к Pixel 2 и смотреть, какие у нас отличия от главного стокового Android и головного Android, который у нас представлен Mi A1. Первое нововведение, которое у нас появилось в 9 Android – это обновленный лаунчер. К ним сверху у нас появилась дата и погода, а также поиск снизу. Если нажать на дату, то мы переходим в Google календарь, если нажмем на погоду, то перейдем к погоду и можем посмотреть на сегодняшний день, дополнительными данными на завтрашний, либо же на 10 дней. Поиск снизу у нас удалить нельзя, знаю, что у многих будет по этому комментарию, так что с этим придется смириться, либо же менять лаунчер. Перейдем к настройкам лаунчера, нажмем пальцы и задержим, и видим, что у нас высветилось контекстное меню, раньше же оно у нас высвечивалось вот здесь вот снизу. Так, видим, здесь у нас есть настройки лаунчера, виджеты, ябой стандартно, но анимация теперь выглядит немножко по-другому. Перейдем в настройки, Add a Glance, немножко не переведу, косяк, и видим, что у нас здесь есть мероприятие, календаря, информация о предстоящем авиарейсе и информация о пробках. Все это будет появляться на месте, где у нас здесь и отображена дата. По своему опыту могу сказать, что мероприятие из Google календаря сюда добавляются, точно так же, как и авиарейсы, но информация о пробках у меня за полгода ни разу не вылетела. Следующее, что у нас есть нового в настройках лаунчера, это поворот рабочего стола, который я покажу чуть-чуть попозже, а также предложение, предложение в приложении и действия. Что это такое? Также по-старому, когда мы заходим в меню приложений, у нас здесь предлагается список предложений, которые якобы Android думает, что мы хотели бы открыть. А также, как видим, у нас здесь есть действия, но, как видим, действий здесь нет. А вот как выглядят у нас действия на Pixel 2, видим, они вот так вот появляются, с английского это называется Slices. То есть здесь у нас такие действия, которые якобы мы также хотели бы выполнить, то есть написать кому-то в Telegram, WhatsApp или другие иные действия. Как видим, в меню A1 это не добавилось, по своему опыту говорю, что когда я установил только 9 Android на Pixel 2, эта функция у меня появилась буквально через 15 минут. Здесь же я с телефоном 9 Android на Mi A1 проходил уже практически полдня, и это у меня до сих пор не высветилось, то есть у меня есть подозрение, что это попросту не работает. То есть действия, что они включены, что не включены, толку от этого нет. Следующее, навигация на новом Android. Как видим, по-старому у нас было на Mi A1, то есть кнопочка слева снизу у нас вызывала многозадачность, так вот она выглядит на новом 9 Android, посерединке мы переходим в меню домой, а назад у нас совершают соответственно действие назад. Как многие могли знать, что в 9 Android у нас появилась навигация жестами, то есть одна клавиша, но как видим, здесь ее нет. Переходим для этого в настройки, в систему, в жесты, и коснуться кнопки главного экрана и провести вверх. Активируем и у нас, о боже, появляется вот такая вот кнопка. Как видим, эти клавиши у нас теперь работать не будут, и, честно сказать, когда я это увидел первый раз, я не то чтобы смеялся, но я так мило улыбнулся, потому что выглядит это, конечно, колхозно, как не сказать. Вам на камере это, может быть, не видно, но когда я использую телефон, эти клавиши снизу подсвечиваются, даже несмотря на то, что они не работают, и, соответственно, мы видим эту кнопку, мы видим эти клавиши, и на самом деле выглядит вообще не очень. То есть я бы ее отключил, но нужно показать, как это все работает. Итак, как это работает, кто еще не знал. Свайпаем один раз, переходим в многозадачность, которая вот так вот, горизонтальная карусель. Если прокрутим до конца, то у нас, кстати, появляется «Очистить все». Свайпаем еще раз, переходим в меню приложений, нажимаем один раз, переходим домой. Кнопка «Назад» у нас, кстати, контекстная, видите, она появляется, переходим домой, она исчезает. То есть она появляется только тогда, когда нужно. Для того, чтобы сразу перейти в меню приложений, достаточно свайпать вот так вот один раз до середины, чтобы не свайпать два раза, вот так раз, два, достаточно свайпать всего один раз. Вот так это одной рукой происходит. На самом деле работает, я бы сказал, 4 раза из 5, и вот на один раз из 5 у нас вот так вот это происходит. Но на самом деле выработается привычка, и вы к этому привыкнете. Если, конечно же, будете использовать такую модель навигации. Что еще доступно из жестов, кроме как вызов многозадачности и списка меню? Мы можем перемещаться между двумя последними запущенными приложениями. Для этого нужно свайпнуть вот так вот один раз вправо, коротко, и мы будем перемещаться между двумя запущенными приложениями, например, Google Календарь и Google Play Market. Для того, чтобы быстро перемещаться между запущенными приложениями, достаточно не отпускать эту клавишу, и мы вот так вот будем листать нашу карусель. Листаем вправо, перемещаемся влево, листаем влево, перемещаемся вправо. Также не забываем, что в настройках лаунчера я показывал такой пункт – поворот рабочего стола. Как это работает на оригинальном андроиде? Мы берем телефон, поворачиваем, и у нас появляется иконка сменить вот так вот на портретный режим. Как видим, если мы также сделаем на Mi 1, у нас ничего не появится, потому что у нас нет такой виртуальной навигации, и, соответственно, чтобы ее включить, нужно перейти в однокнопочный режим. Активируем однокнопочный режим снова, проверяем, работает ли у нас эта настройка, поворот рабочего экрана, и смотрим, что если мы переворачиваем, да, оно появляется. Переворачиваем обратно, то есть у нас уже получается такой некий кастрированный андроид, нас заставляют пользоваться этой виртуальной клавишей, а не пользоваться вот этими наэкранными кнопками, и тогда мы будем по-настоящему использовать все возможности андроида, а эта функция, как я скажу вам, очень удобная, то есть ей пару раз в день точно пользуешься. Как я уже говорил, вот эта вот одиночная кнопка выглядит достаточно колхозно, конкретно на этой модели смартфона, из-за того, что эти клавиши снизу у нас подсвечиваются, и на самом деле, когда ты пользуешься, ну неприятно этим пользоваться. Поэтому я бы ее, конечно же, отключил, и у нас будет как по старому, то есть свайпаем один раз, переходим в меню приложений, слева вызов многозадачности, а справа кнопка назад. Следующая шторка, таким вот образом у нас выглядит шторка на Mi A1, сразу смотрим на изменения по сравнению с Pixel 2, здесь у нас цвет синий, здесь такой более бирюзовый, более отличий нет по сравнению с Pixel, но что у нас здесь изменилось? Теперь у нас пропало контекстное меню, и мы не можем вызвать допустим сразу список Wi-Fi, либо Bluetooth, приходится зажимать и переходить в меню Wi-Fi, также что у нас изменилось шторки по сравнению с 8 Android, у нас пропала иконка настройки, если мы свайпали один раз, чтобы перейти к настройкам, теперь нужно свайпать два раза. Следующее управление звуком, теперь раньше, когда мы управляли звуком, у нас он появлялся здесь вот сверху, теперь появляется сбоку, и раньше, когда мы изменяли звук, у нас по умолчанию изменялся звук уведомлений, теперь же у нас изменяется звук мультимедиа, то есть просмотр видео и музыки, а уведомления у нас переходят в обычные настройки, если мы хотим сменить звук, то вот громкость вызова, либо громкость фрингтона, а по дефольту у нас изменяется вот громкость музыки, видео и игры. Что у нас появилось удобно в 9 Android, мы можем так вот один раз нажать и перейти в режим только в вибрации, либо полностью беззвучный режим, вот у нас пропадает колокольчик зачеркнутый, либо обратно в режим, когда у нас будет работать звук уведомлений, как еще можно быстро перейти в беззвучный режим, не нажимая на клавишу громкости и вот на эту вот виртуальную кнопку, достаточно все просто, нажимаем кнопку выключения и верхнюю клавишу регулировку громкости, так вот быстро нажимаем и мы переходим в режим только вибрации. Ну и как я уже показывал, чтобы быстро перейти к настройкам звука, достаточно просто нажать на клавишу регулировку громкости и нажать на шестеренку и мы перейдем в настройки звука. Также у нас изменились анимации в 9 Android, самое заметное, конечно, это при открытии приложений, теперь у нас приложения открываются прямо из иконки, наподобие из iOS анимации, ну так вот, изменились видеоунки. Увидимость линии, давайте посмотрим тестовое. Опс, она вот так вот вылезает, и сейчас посмотрим она уйдет прямо в иконку, если так посмотреть. Давай, опс, уходит прямо в иконку, это конечно прикольно. Вызываем шторку, видите иконки смещаются, все мило выглядит, прикольно. Теперь оно все это, нюненько уйдет. В общем, самое заметное изменение анимации, конечно, Это, конечно же, открытие приложения, как я уже показал, это первое, что бросается в глаза, а все остальное – это, конечно, второстепенно, и к этому нужно присматриваться, чтобы это как-то заметить. Следующее, что появилось снова в девятом анароде – это интерактивные уведомления. Давайте покажу на примере. Сейчас мне отправится картинка. Вот она пришла, и если мы вот так вот ее посмотрим, что опс, мы видим картинку сразу в уведомлении. Это появилось в девятом анароде, но скажу сразу, что это поддерживается не во всех приложениях. Как видим, Telegram у нас использовал эту возможность, в WhatsApp это вроде бы до сих пор не работает. В уведомлениях мы видим, что мы можем ответить либо пометить как прочительное, а также могут быть какие-то дополнительные фразы, но это уже все на усмотрение разработчиков. То есть Android дает эту возможность, а разработчики пользуются либо ей, либо нет – это уже на их усмотрение. Теперь давайте покажу, как у нас изменилось взаимодействие со скриншотами. Сейчас у меня Pixel 2, девятый Android, делаем скриншот, он появляется, и мы нажимаем «Изменить», и видим, что мы переходим в редактор скриншотов, где мы можем изменить размер, либо что-то сразу нарисовать. В девятом же Android на Mi A1 давайте также сделаем скриншот, вот он у нас появляется, нажимаем «Изменить», но никакого редактора скриншотов нет, у нас просто переводят Google Photo, где мы, конечно же, можем также изменить размер картинки, но что-то нарисовать мы уже не можем, это, конечно же, какой-то косяк. Либо Google у нас не дает эту саптивную на изменение редакторов, что очень странно, либо Xiaomi как-то запороли этот момент и просто интегрировали изменение скриншотов с Google Photo. Что из интересного по сравнению с голым Android у Pixel, как видим, у нас здесь есть такое приложение, называется «Файлы». В девятом же Android у Mi A1 его нет, а оно заменено уже на другое приложение Google – Google Files. Его можно скачать в PlayMarket, но здесь оно уже стоит на уровне системы. Я подозреваю, что в десятом Android Google избавится от того приложения файла, который на Pixel, и заменит его соответственно этим же файлом от Google, который установлен на Mi A1. Теперь дополнение, которого нет на Pixel – это точно. У нас появилось FM-радио. Чтобы оно работало, нам, к сожалению, нужно точно подключать наушники, без них мы это сделать не можем. Находим иконку радио, активируем ее, включаем радио и вот у нас сразу появляется какой-то радио. Может вы что-то слышите, вот у меня наушники поднесут к микрофону. Здесь я уже выполнил поиск, вот у нас столько нашло радиостанций, их можно вот так вот менять. По зажиму можно их редактировать, изменить имя, либо удалить, либо добавить в избранное. Без наушников не получится, мы, конечно, уже можем в наушниках их слушать, если включим динамик. Вот, но если мы попробуем выткнуть наушники и включить это же самое радио, оно у нас просто будет шипеть. Но мы переходим в другие радиостанции, которые нашли, и здесь просто все шипит, вот так вот слышите. Радио без наушников не работает, это, конечно же, боль и печаль. Однако, я знаю некоторых людей, которые испытывали ностальгию по такому вот приложению радио, чтобы можно было слушать обычное радио, а не музыку с интернета и думаю, они очень обрадуются этому нововведению. Следующее из интересного, что у нас появилось в девятом андроиде, как видите, у меня установлена темная тема. Напоминаю, что в восьмом андроиде у нас тоже появилась темная тема, но, в чем было принципиальное отличие, мы не могли выбирать самостоятельно тем устройство, оно у нас зависело от зависимости от обоев. Здесь же в девятом андроиде это добавилось, я могу перейти как на светлую тему, и у меня изменится шторка и меню, а также могу перейти на темную тему, и в независимости от обоев, будут они у меня полностью белые, я все равно буду на темной теме, то есть нам дается выбор, это хорошо. Теперь давайте перейдем в настройки, нажимаем на настройки и, как видим, у нас изменился во-первых дизайн, у нас появились слева такие цветные иконки, которые нам помогут более быстро определять, что же это за настройка, например, приложение, либо батарея, либо звук. Раньше, напомню, у нас было все плоское такое и серое, также изменилась структурная настроек, они стали меньше и более сгруппированы. Теперь давайте покажу, что у нас появилось новое в батарее, так называемое Adaptive Battery. Как она работает? Система анализирует, такие приложения слишком много потребляют энергии в фоновом режиме и тем самым переводят их либо на ядра и слабо ядра процессора, либо полностью ограничивают работу приложения в фоне. Тем самым эта функция может увеличить время жизни от батареи вашего телефона, но в чем минус, вы можете перестать получать некоторые уведомления с мессенджеров например, либо других программ, потому что они будут просто врубаться от фоновой работы. Следующее, что у нас появилось из настройок, также завязанное с искусственным интеллектом наподобие Adaptive Battery, это адаптивная яркость. Как она работает? Я ее сейчас отключил, поясню почему. У нас это автояркость работает, но как она работает? Если мы, допустим, ее включаем, у нас понизилась яркость, если я хочу, допустим, в настройках сделать яркость чуть-чуть побольше, система это запомнит и каждый раз, когда я буду заходить в настройки, у меня яркость будет чуть-чуть больше, нежели чем на общем уровне системы. По примеру скажу, я в Google Фото перед сном обычно всегда делаю яркость побольше на своем пикселе, и когда я захожу в Google Фото, уже перед сном у меня яркость так немножко прибавляется, иногда честно это раздражает, потому что я не всегда хочу это делать, но тут уже на выбор, либо вы это оставляете, либо выключаете. Почему бы я рекомендовал отключить адаптивную яркость на Mi A1? Здесь все просто, датчик, который отвечает за автояркость на Mi A1, он просто ужасен, если мы так накроем телефон, перейдет в темноту, яркость у нас понизится секунд через пять, если свет у нас увеличится, то он также яркость увеличится секунд через пять, то есть работает он крайне плохо, я этого рекомендую, уже как по старинке, регулирую теряркость пальчиком вот так вот в шторке. Следующая интересная настройка, которая появилась в девятом андроиде, называется «Цифровое благополучие». Нажимаем на него, что мы здесь видим? Здесь мы видим то, сколько мы используем телефон в течение дня, какие приложения мы открываем, сколько нам приходит уведомлений. Также мы можем установить таймер на работу некоторых приложений, например, нажимаем сюда, я могу поставить на них таймер, на настройки нельзя, но на YouTube допустим можно. Можно поставить таймер, что вот сейчас у меня работает YouTube в день и больше приложений я не смогу открыть. Из интересного в цифровом благополучии мы можем активировать такую настройку, как «Отдых». У нас, напомню, что есть такая функция, как расписание ночного режима, когда телефон отключает синие пиксели и экран смартфона у нас желтеть. Также появилась функция «Оттенки сервы», ее можно включить вот так вот в шторке. Как она работает? Телефон у нас переходит в черно-белые тона и все краски у нас пропадают, тем самым, как заявляют разработчики Android, это поможет вам быстрее ложиться спать. Эта настройка «Оттенки сервы» может работать как по расписанию, или ее можно активировать ручками, как я уже показал, ее можно найти вот так вот в настройке шторки. Она будет вот так вот у вас здесь снизу, просто перетаскиваете ее в основное меню и активируйте, когда вам удобно. В 9-ом Android у нас изменилась логика работы режима «Не беспокоить». Раньше, напомню, у нас был режим «Только будильник» либо «Полная тишина». Теперь же это единственная настройка «Не беспокоить». Здесь мы можем регулировать, какие у нас функции будут работать в режиме «Не беспокоить». Как видим, будильник у нас будет работать, все остальное не будет. Из уведомлений видим, что мы можем полностью отключить уведомления, либо отключить только звук. То есть при показе уведомлений у нас они показываться будут, но звука от них не будет, а при полностью отключенных уведомлениях они даже не будут высвечиваться. В режиме «Не беспокоить» мы можем отрегулировать определенные контакты и вне зависимости от того, работает у вас режим «Не беспокоить» либо «Не работает». Звонки от некоторых людей у вас всегда будут поступать, например, от жены, мамы, близких и тому подобное. если вы их добавите в помеченные контакты. Ну и также можно включать режим «не беспокоить» автоматически, то есть настраивать время сна, видим, что у нас можно регулировать дни недели, когда будет активироваться режим «не беспокоить», то есть приходите вы с работы, уставшие, и показываете, что допустим после 21 меня вообще не нужно беспокоить, и у вас автоматически будет включаться этот режим, я думаю, для некоторых это будет крайне удобно. В 9-ом андроиде у нас появилась такая функция, как меню специальных возможностей, это сделано по аналогии с iOS, где мы можем вызвать специальную кнопку, и мы можем вызвать какие-то функции, например сделать скриншот, либо выключить экран и тому подобное. Давайте мы ее включим, подтвердим, и как видим, что-то у нас ничего не получилось, вы спросите, а как же так? А я вам отвечу, она появляется только если мы активируем виртуальную кнопку, переходим в жесты, кнопка одна виртуальная, опс, и как видим, у нас появился виртуальный человечек, нажмем на него, ассистент, кнопка питания, сделать скриншот одной кнопкой, вот так вот нажимаем, сделать скриншот. Какой у нас костыль? У нас-то работает получается только с одной виртуальной кнопкой, без нее вы не сможете вызвать вот этого вот человечка, если вам он крайне необходим, то придется смириться с этой вот виртуальной кнопкой, которая на этом устройстве смотрится, ну будем откровенно говоря, не очень. По поводу быстродействия, я посидел целый день с телефоном, и могу сказать, что работает он достаточно шустро, то есть я не могу сказать, что он работает прям быстрее, чем восьмой Android, но явно не хуже, это уже радует. Но, тем не менее, заполнение использования уже словил несколько багов, вставлю сейчас вставки, где у нас не работало вызов в меню приложения, либо не работали на экранной кнопке и приходилось ждать секунд пять, пока это все активируется. То есть явно где-то происходит ошибка в девятом андроиде на Mi A1, и скорее всего это исправят только в следующем обновлении, и соответственно, если вы не хотите на такое напариваться, то, что я показал, придется подождать один месяц, пока у нас придет следующий патч обновления. Ну, и последнее, что у нас изменилось в девятом андроиде, это переработанный режим энергосбережения. Раньше, как у нас было, включали режим энергосбережения, и у нас появлялись такие классные полосы сверху и снизу, а также пропадали анимации. Как видим, теперь анимации у нас сохраняются, что конечно же, режимом энергосбережения пользоваться теперь намного приятнее. Во-первых, у нас телефон выглядит нормально без этих красных линий, а также сохранились у нас анимации, но у нас снижается какая-то фоновая активность, допустим, будет меньше приходить уведомлений на всякие мессенджеры либо другие приложения, а также у нас снизится частота процессора, и телефон будет работать чуточку слабее. То есть, возможно, будут некоторые фризы, но это всего в угоду того, чтобы сохранить у нас энергию, телефон прожил чуть подольше. Подведем итоги. Как видим, у нас Android очень сильно похож на то, что у нас представлено в Pixel, но с некоторыми костылями конкретно на этой модели, я думаю, что на Mi A2, где у нас нет вот этих вот на экраны кнопок, там будет все нормально, то есть у нас можно будет вызывать одну кнопку, либо три кнопки на экраны. Здесь же, конечно, создаются некоторые костыли, также немножко удручает то, что мы не можем сделать скриншот и сразу его отредактировать, приходится переходить в Google Photos, а не так, как у нас на Pixel, где мы можем сразу что-то нарисовать и кому-то отправить. Это, конечно, неприятно. В общем, на этом все. Поздравляю владельцев Mi A1, что вы наконец-то получили обновление на 9 Android. Оно произошло, кстати, чуточку раньше, чем в прошлом году. Раньше у нас 31 декабря выкатили обновление на 8 Android. Как видим, оно произошло где-то в середине декабря, плюс-минус зависимости от региона. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, если оно вас понравилось, не забывайте ставить пальцы вверх, тем самым это видео будет лучше продвигаться в YouTube и кому-то, возможно, покажется в рекомендациях, а не только через поиск. Ну а у меня на этом все, и как обычно, всем удачи, всем пока!